Есть к чему стремиться. В округе подвели промежуточные итоги работы электронного сервиса «Народный контроль». Блокада Ленинграда в цифрах. Наринмар присоединился ко всероссийской акции «Открытка памяти». По селам округа инспекторы гостехнадзора составили график оказания государственных услуг в муниципальных образованиях округа на текущий год. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу России. Повышение прогноза, отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, позволит увеличить инвестиции в экономику страны, даже при условии введения новых санкций. При этом формирование стабильных условий ведения бизнеса остается одним из приоритетных направлений деятельности. Улучшение прогноза Moody's по суверенному рейтингу со стабильного на позитивный ожидалось уже давно. Страна успешно справилась с инфляцией, рубль постепенно набирает силу, растут уже несколько недель, отметил Денис Мантуров. Как отметили в департаменте экономики финансов Ненецкого округа, растущая цена на нефть вселяет уверенность, что доходная часть регионального бюджета будет исполнена в запланированном объеме. Однако говорить о дополнительных поступлениях пока преждевременно, поскольку параметры доходов по доле прибыльной продукции Харегинского проекта напрямую зависят и от курса доллара. Если не будет каких-то внешних факторов, то я прогнозирую год устойчивого развития. Мы сбалансировали бюджет, мы вышли в целом на неплохие макроэкономические прогнозные показатели по нефти, как я сказал. На мой взгляд, мы встали в такое долгосрочное плато по цене, поэтому мы можем вполне спокойно. Это не заоблачные цены, как были раньше, но это вполне нормальные цены для того, чтобы уже на них балансировать и выстраивать бюджет. Поэтому я считаю, что 2018 год будет годом развития. Мы реализуем новые инвестиционные проекты, мы постараемся создать максимально комфортные социальные условия для граждан. И я думаю, что и очень на это надеюсь, опять же, если не будет какого-то вмешательства внешних факторов, что мы, конечно, 2018 год должны сделать началом года развития нового этапа развития экономики округа. Кроме того, повышение прогноза МУДИС позволит увеличить инвестиции в экономику страны. Ненецкий округ также заинтересован в привлечении инвестиций, поскольку это дополнительные поступления в региональную казну, а также рабочие места, создаваемые в рамках проектов. Почти три месяца прошло с момента запуска в регионе интерактивной системы взаимодействия населения с органами власти «Народный контроль». За это время на портал поступило 61 обращение от граждан. Большая часть обращений получила ответ от обратной стороны или была решена. Об этом в ходе оперативного совещания при главе региона рассказал первый заместитель губернатора Ненецкого округа Юрий Мурадов. Сообщить о своих проблемах или поделиться общественно значимой инициативой жители региона могут через специальный электронный сервис на портале народ83.ру. Каждое обращение обрабатывается модератором, регистрируется, затем направляется ответственному должностному лицу для подготовки ответа. Граждане обращаются, есть позитивная динамика. Видно, что платформа завоевывает постепенно определенное внимание и доверие у граждан. Но там тоже не все так гладко. Несмотря на то, что решено более 78% обращений, некоторые остаются либо без ответов, либо на них запросы даются формальные отписки или какие-то неудовлетворяющие граждан ответы. Наибольшее количество обращений от граждан связано с очисткой дорог и дворов многоквартирных жилых домов от снега. На первом месте по популярности среди жителей региона благоустройство территорий. На втором месте образование, культура и спорт. Замыкая тройку лидеров, автомобильные дороги и общественный транспорт. По вопросам работы народного контроля можно обращаться на горячую линию по номеру 8 800 301 00 83. Общероссийский народный фронт провел телемост «Город-герой Москва – город-герой Ленинград», приуроченный к 74-й годовщине со дня блокады Ленинграда. Телемост прошел в рамках проекта «Память народа. Волонтеры памяти» и объединил регионы России. Не исключением стал и Ненинский округ. Как отметила руководитель регионального исполкома ОНФ, в Москве Евгения Осипова героической обороне Ленинграда принадлежит особое место среди выдающихся битв и сражений Великой Отечественной войны. В полной блокаде и неимоверно тяжелых условиях город сражался 900 дней. Постоянные бомбежки и обстрел нанесли огромный ущерб городу. К этому добавились голод и холод, которые косили людей. В день снятия блокады Ленинграда 27 января по всей стране проходят различные тематические акции и мероприятия, посвященные памятной дате. В этом году молодежка Общероссийского народного фронта подготовила акцию «Открытка памяти». В одном из торговых центров Наринмара и в пае социально-гуманитарного колледжа организовали информационные точки. Блокада Ленинграда в цифрах. Задумайся. В данной акции хотели обозначить, сколько дней длилась блокада Ленинграда. Рассказать основные цифры. Это, предположим, в июле 1941 года выдавалось 800 грамм хлеба. То есть в ноябре 1941 года выдавалось уже 125 грамм хлеба. То есть мы в обычный день, предположим, даже не задумываемся о том, как вообще можно прожить, употребив столько питания в свой рацион, так скажем. Это действительно нашим предкам пришлось очень непросто, период именно блокады Ленинграда. Участники акции смогли увидеть кусочки хлеба, которые в годы войны составляли дневную норму питания жителей Ленинграда. Также все желающие могли взять с собой информационную карточку с 16 фактами о блокаде Ленинграда и составом хлеба того времени. Мне кажется, что люди должны знать, что начиналось все с 800 грамм, а закончилось вообще 125, то есть кусочек хлеба, чтобы не забывали, потому что это очень серьезная тема. И я не хочу, чтобы кто-то из нас узнал, как это жить в такое время. Чтобы люди не забывали о том, что такие ужасные периоды жизни были. И с одной стороны, конечно, мне кажется, это слабо людям поможет, но только если они вживую вот это увидят, тогда только это может на них, наверное, повлиять, что это настолько страшно и не хочется, чтобы такое повторялось. Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной осадой в истории человечества. Инспекторы Гостехнадзора Ненинского округа более трех месяцев будут работать на селе. Специалисты Комитета по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники составили график оказания государственных услуг в муниципальных образованиях округа на текущий год. Инспекторы ведомства планируют совершить поездки во все муниципалитеты региона и провести там более четверти рабочего времени. В общей сложности 94 дня. В ближайшие к Наринмару поселения инспекторы будут добираться на снегоходах. В большую часть командировок они отправятся на рейсовых воздушных суднах. Полеты запланированы в 12 муниципалитетов. Как пояснили в Гостехнадзоре Ненинского округа, для жителей окружных сел выезд инспекторов зачастую является основным способом зарегистрировать самоходную технику или получить талон техосмотра. Также в отдаленных поселениях специалисты переоформляют или производят замену удостоверений тракториста-машиниста, принимают экзамены на право управления самоходными машинами. Ознакомиться с графиком командировок государственных инженеров-инспекторов Гостехнадзора Ненинского округа в 2018 году можно на официальном сайте Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненинского округа в разделе «Гостехнадзор». В Наринмаре вручили значки первым юноармейцам округа. На сегодняшний день ряды нового для региона движения насчитывают 29 ребят в возрасте от 13 до 17 лет. Активный отдых на свежем воздухе. Масса развлечений и знакомства с новыми людьми. В окружной столице прошел шестой фестиваль городской среды «Выходи гулять». В Наринмаре вручили значки первым юноармейцам округа. На сегодняшний день ряды нового для региона движения насчитывают 29 ребят в возрасте от 13 до 17 лет. Причем не только мальчики, но и девочек. Не секрет, что главная задача юноармейцев – это воспитание патриотизма и военная подготовка. В Ненецком округе молодежная организация появилась всего несколько месяцев назад. Но за это время ее участники уже успели побывать на нескольких военных сборах. Все подробности далее. Несмотря на то, что официальная церемония еще не началась, ребята уже стоят по стойке смирно. Первыми в ряды юноармии в Ненецком округе вступают два отряда. Патриот из поселка Красное и Пересвет, учащаяся Ненецкой школой имени Порерки. Мы, юноармейцы, вступая в ряды юноармии, перед лицом своих товарищей, торжественно клянемся, всегда быть верны своему отечеству и юноармейскому братству. Клянусь! Командиры отрядов дают присягу и зачитывают текст торжественной клятвы. Ребят сразу предупреждают о всей серьезности момента. Хочу вас поздравить с этим знаменательным вашим днем, пожелать вам удачи, счастья, здоровья, самое главное – терпения вашим близким, когда вы будете постигать стезю немножечко военной службы. Всегда цените этот момент, помните, потому что слова клятвы, они даются один раз, и их нарушить нельзя. В Ненецком округе движение юноармия появилось только в ноябре прошлого года, но ребята уже ведут работу по сохранению мемориалов и обелисков на территории региона, несут вахты памяти у Вечного огня, занимаются волонтерской и поисковой деятельностью. И кроме того, уже принимают участие в различных выездных мероприятиях. Мы посещали в Архангельске, на соревнования ездили, ездили на сборы в Москву. Сейчас у нас будут тренировки очень плотные. Для большинства ребят юноармия – это прежде всего хорошая возможность подготовиться к предстоящей службе в армии. И многие из них уже всерьез задумываются связать свою жизнь с военной деятельностью. Вообще, есть ли в планах у тебя в жизни связать свою жизнь с военной деятельностью? Есть такие мысли. Кем бы хотелось стать, в каких войсках? Танкистам, скорее всего. Почему? Большие мыши нравятся. Если юноармейцам еще только предстоит понять, что такое военная жизнь, то Николай Канев знаком с этим не понаслышке. Он ветеран боевых действий. Мужчина с воодушевлением приветствует появление в регионе нового молодежного движения. Сегодня вступал в возраст ребятки от 13 до 17 лет. Это самый такой ходовой возраст, где, конечно, нужна подготовка. Вот они здесь активно выступают. Активность жизни – это тоже для ребят очень здорово. Это перспектива, во-первых, для ребят. Ну, это давайте говорить прямо, потому что жизнь у нас такая, быстротечная. Надо везде все успевать. Я думаю, что ребятки хорошие, классные. По словам руководителя движения Николая Шевелева, в округе необходимо увеличивать численность юноармейцев. В ближайшей перспективе планируется создать по одному такому отряду во всех образовательных учреждениях округа. У меня постоянные запросы на отправку людей в другие регионы на различные соревнования. То есть форумы, опять же, турниры сервисовского уровня федерального. И так как юноармейцев не очень много, выбирать-то приходится именно из малого количества. И в основном есть одни и те же. Хочется немножко развить это движение. Я хочу научить ребят именно любить страну, любить родину малую. И также начальной военной подготовке, которая пригодится, в принципе, им в службе вооруженных силах Российской Федерации. Посвящение в юноармейце было приурочено к очередной годовщине снятия блокады Ленинграда. После церемонии ребята приняли участие в тематическом квесте. Разбившись на семь команд, они вспомнили главные факты из истории страшных событий в период Великой Отечественной войны. Иван Кутейников, Олег Атанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». На одного мастера спорта в Ненинском округе стало больше. Соответствующий значок вручили спортсменке и просто красавице Любови Ивановой. Она учится на четвертом курсе социально-гуманитарного колледжа и занимается пулевой стрельбой. Я вас поздравляю с таким знаменательным событием. Я очень рад, что в Ненинском автономном округе на одного мастера спорта стало больше. Я хочу пожелать вам и вашему тренеру дальнейших побед на российском и международном уровне. Представляете достойно наш Ненинский автономный округ. Поздравляю вас. Стрельбой Любовь Иванова занимается с 2010 года под руководством опытного тренера. Девушка дважды становилась победителем Кубка Ненинского округа, трижды победителем чемпионата округа, один раз призером Кубка региона. Второе место заняла в открытом Кубке Архангельской области. Кроме того, Любовь является неоднократным призером и победителем различных муниципальных и региональных соревнований. Разряд кандидатов мастера спорта по стрельбе девушке был присвоен в 2013 году. В последующие годы, в 2015 и 2017, разряд был подтвержден. Три года назад на соревнованиях по стрельбе из мелкокалиберного оружия и всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия выполнила норматив мастера спорта по стрельбе. В апреле 2017 года Любовь показала лучший результат на всероссийских соревнованиях. Мы приехали на соревнования, и была такая хорошая обстановка везде. Меня ничего не нервировало, все вокруг казалось таким спокойным. Я просто отработала, поворачиваясь к тренеру и говорю, да, там результат мастера. И она радостно бежит, и обнимаемся, и вот так вот запомнился от меня отмен. И для меня там был самый высокий результат. Вроде было 15 из 96, но для меня это было хорошим результатом. За достигнутые достижения приказа Министерства спорта России Любови Ивановой присвоен спортивный разряд мастера спорта России. Сегодня Любовь уже находится в Ижевске, где примет участие в первенстве России по пулевой стрельбе. В Наринмаре отметили Татьянин день. В минувшую субботу на территории детской площадки в районе дома номер 1 по улице Швецова прошел шестой по счету фестиваль городской среды «Выходи гулять». Десятки мальчиков и девочек вместе со своими родителями стали участниками развлекательной программы, которую подготовили для них волонтеры и сотрудники Дворца культуры Арктика. Самые юные Наринмарцы стали участниками веселых стартов. Для гостей постарше волонтеры провели игру-квест. После выполнения задания все желающие могли согреться горячим чаем со свежей выпечкой. Не обошлось и без сладких подарков. Как вам сегодняшний праздник? Очень хорошо сегодня на улице, нам очень понравились конкурсы. Как считаете, нужно такие праздники проводить? Да. Муды, как конкурсы? Да, потому что ребята веселятся и играют. Мне понравилось вот здесь вот сам квест, размышления искать, подсказки, все, вот это понравилось. А вообще нравится тебе атмосфера? Да. Музыка играет, ребят много. Как считаешь, нужно такие праздники проводить? Да. Всероссийский фестиваль городской среды «Выходи гулять» проводится под патронажем Минстроя России в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках этого проекта создаются вот такие общественные зоны, которые в первую очередь должны быть востребованы. А востребованы тогда, когда они приходят люди, когда они нормально могут отдохнуть, погулять с семьями, с детьми, что-то новое узнать, развлечься, может быть, позаниматься спортом. Поэтому самая главная идея этого праздника – привлечь людей на эти вновь созданные зоны и показать, что они востребованы. В целом на благоустроенных площадках окружной столицы и поселка Искатели фестиваль «Выходи гулять» будет проходить вплоть до наступления весны. У нас всего запланировано 12 мероприятий, участвуют как город, так и Искатели, то есть вот там, где были реализованы проекты в 2017 году. Значит, уже прошло 5 мероприятий, это вот сегодня шестое, это самая большая площадка. Еще у нас самая большая площадка – это двор монтажников-искателей, тоже там позволяет организовывать большие массовые мероприятия. У нас они начались с 15 декабря по апрель месяц. В течение 2018-2020 годов на создание комфортной городской среды Ининский округ будет ежегодно получать из федерального бюджета порядка 6 миллионов рублей. Еще по 60 миллионов рублей на каждый год закладывается в бюджете региона. А это значит, что благоустроенных дворов и общественных территорий станет больше. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». И на этом у меня все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.